С праздником Рождества Христова! С праздником Собора Пресвятой Богородицы! С нашим престольным праздником, Икона Божьей Матери, Трех Радостей! Сегодня у нас замечательное совпадение. То, что праздник Иконы Божьей Матери, Трех Радостей, приходится в неделю о Рождестве Христовом. В неделю по Рождестве Семьи Христовым, Святая Церковь вспоминает На Собор Пресвятой Богородицы, Второй День Рождества, Святая Церковь вспоминает Ту самую главную, которая и была участницей этого великого события, Пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа, Его Пречистую Матерь. Праздник называется Собор, потому что это Как бы вот, всю, вся она празднуется. Вне, в других случаях мы празднуем отдельные события из ее жизни. Рождество, Благовещение, Успение, Введение во Храм, ну и, конечно, множество Самые памятных икон, Самые множество чудотворных икон мы празднуем. А здесь мы празднуем ее именно в связи с тем, что она Матерь Господа нашего Иисуса Христа. И в неделю по Рождестве Христовом, Святая Церковь вспоминает Святого Праведного Иосифа Обручника, великого подвижника, подвижника Ветхого Совета, но который по существу явил себя, явил все добродетели подвижников Нового Совета. Мы помним, что этому благочестивому старцу была вручена Пресвятая Дева. Так, чтобы он был хранителем ее девства. Для всех окружающих она была его женой. И мы с вами знаем, что когда Иосиф понял, что Пресвятая Богородица имеет в очреве, и, естественно, он знал, что от него законного мужа, она не могла ненеть. И он заподозрил ее по грехе. И вместе с тем мы знаем, что Ветхий Завет повелевал с такими падшими женщинами, что делать? Побивать камнями. А что праведный Иосиф об этом подумал? Он отнюдь не имел никакого намерения последовать этому жестокому закону, и он помыслил, что сделать? Тайно ее отпустить. Чтоб ее грех никому не был бы известен. И вот, как вот он это вот помыслил, это именно порыв праведника Нового Завета. Не обличить, а покрыть любовью грех ближнего. Ему явился ангел, который ему и объяснил, почему и как его обрученная жена имеет в очах. И он стал хранителем после этого не только девства Пресвятой Богородицы, но и самих родителем жизни младенца Христа. Мы знаем, сегодня мы как раз именно об этом читали, слышали Евангелие, что ему пришлось, будучи в весьма преклонном возрасте, предпринять быстрое, скорое путешествие, очень трудное бегство в Египет. Сегодня вспоминается, да, и дорогие братья и сестры, наверное, отцы нашей Церкви поставили празднование иконы Божией Матери Трехрадости именно на второй день Рождества Христова, именно потому, что на ней и изображен вместе с Пресвятой Богородицей и Святой Праведный Иосиф Обручник. И сегодня вспоминается и Яков, брат Господень, который по церковному преданию вместе со святым семейством отправился в Египет, потому что отец его Иосиф был со стариком, и, конечно, Яков, которому по церковному преданию в это время было около 30 лет, в полной силу он взял на себя большую часть физической нагрузки этого немоверно трудного самогепутешествия. Дорогие, мы с вами знаем множество чудес от иконы Божией Матери Трехрадости, и как она была прославлена, и, насколько я понимаю, глядя на присутствующих здесь, никому не нужно объяснять, что мы имеем от Пресвятой Богородицы по молитвам перед этой иконой. И здесь очень многие могут засвидетельствовать о тех случаях помощи, которые они сами имеют. Но мне сегодня, с вами хотелось бы вам поведать еще об одном чуде, наверное, обычае, который некогда был у нас в первопрестольном граде. Известно, что многие чудотворные иконы, достоверно и известные это и про Иверскую икону Божией Матери из Иверской часовни у Покровских, у Покровских ворот, у Воскресенских ворот на Сангина Красную площадь. И это относится достоверно и известно к иконе Божией Матери нечаянная радость, которая в настоящее время при Санге пребывает в храме Ильи Абыдиного. И, как видно, это относится, относилось и ко многим другим чудотворным иконам. это когда во всяких сложных обстоятельствах или болезнях или иных каких-то причинах икона торжественно переносилась домой. И вот Иверская икона Божией Матери и нечаянная радость она обыкновенно при Санге возилась по домам ночью, днем она при Санге были на своем месте. И тут оказывается, да, Санге возилась по домам, служились молебны, молились на эти молебны, часто приглашались не только вот семейство, которое непосредственно просило, заказывало этот молебен, но и все Санге родные и соседи тогда друг друга знали немножко получше, чем мы жители конца двадцатого, самой второй половины двадцатого начала двадцати первого века. То есть до середины двадцатого века, пока не расселялись коммуналки, все соседи очень хорошо знали и часто жили все общей большой семьей, и за детьми вместе смотрели, и праздники вместе праздновали, и конечно и вот на такие события тоже всех приглашали, все собирались. И вот по воспоминаниям Евгения Александровны Нарсесовой урожденной Барри, она дочь одного из известных в свое время в Москве промышленников, в семье жили они недалеко от нашего храма, около храма Архангела Гавриила, Антихийская подвода, вот их дом как раз на углу Архангельский переулок и Кривоколедов, и вот в девятнадцатом году вдруг к ним приходит домой из военного ведомства естественно советского вот и предписывает в двадцать четыре часа дом освободить, потому что он нужен для военного ведомства. Дело было и зимой, стояли сильные морозы, вот она вспоминает, что они пришли в храм Святой Троицы на грязи, где была их любимая икона Божьей Матери Трех Радостей, переговорив со священником эту икону на руках, несмотря на сильный мороз. Сами книги принесли домой, отслужили молебен, молились перед этой иконой. Ну и казалось, что ничто не может вопрос решить. И только уже на следующий день приезжает один знакомый инженер, который узнав о Бэдде печали, говорит, сейчас я постараюсь этот вопрос решить. он имел какую-то возможность и был кожей даже в кредо. И вот за полчаса до истечения самили двадцати часового срока, в течение которого сами все домашние усиленно молились Царице Небесной, вдруг приходит телеграмма за подписью того же самого Подвойского, который перед этим от его имени был указ о том, что этот дом освободили. Приходит телеграмма, что дом не выселять, все оставить как и есть. Так что, Санхи Дорогеи, вот такие вот великие чудеса творила Божия Матерь по глубокой сердечной молитве перед ее образом, который мы с вами сегодня празднуем. Всех еще раз поздравляю с праздниками, и с праздником Рождества, и с праздником праздником нашей Церкви иконы Божьей Матери трех радостей. С праздником! Божьей Матери Редактор субтитров